Вы раньше тоже фехтовали на Рапире. Расскажите, каково сейчас быть судьей? Ну, я скажу коротко. Раньше фехтование немножко другое было, сейчас намного интереснее и быстрее фехтование. В наше время были правила немножко другие. В разные стороны горели фонари, и судействие было немножко необъективное. Сейчас, по прошествии столько лет, появилось видео, и стало больше видно моментов, которые раньше не было видно. Вот так изменилось фехтование за такие годы. А можно сказать, что вы сейчас Рапиру судите с большей охотой, чем другие оружия? Нет, я не скажу так. Но преимущество, естественно, подпочтение у меня Рапира. Служу я все виды оружия в России. За границу служу шпагу Рапиру, две категории. А здесь служу в России три вида оружия. Но, да, Рапира – это мой вид, и больше мне нравится, конечно. И все коллеги, и все друзья – все из Рапира. Вы, наверное, следите за спортсменами. Результаты личных соревнований вчера как-то удивили вас? Ну да, конечно. Тем более предолимпийский турнир, наш последний. Будут еще международные турниры, но это последний российский турнир. Ну, когда практически команда известна. Все здесь они были, и было фехтование показано интересно. Дай бог, чтобы на Олимпиаде выступали хорошо. А нервно судить предолимпийский турнир? Нет, я не издал. Были представители другие из России. Ну, область слов. Шамис, знаете. И Наташа здесь у нас работала. Она поедет на Олимпийские игры вместе с Владом. Ну, и сейчас все равно борьба еще есть за место в команде на Олимпиаде. Все равно спортсмены нервничают. Чувствуется это? Думаю, что да. Последнее слово все равно за главным тренером. И будет собираться комиссия, и решаться, кто поедет на Олимпийские игры. И думаю, что все спортсмены таят надежды попасть в команду. А каких-то фаворитов можете выделить сегодня на командных соревнованиях? Ну, да. Я судил только что встречи. Закончил Санкт-Петербург, Москва. Очень интересная встреча. Складывался то в одну, то в другую сторону. Сильнейшим оказались москвичи. Там в команде Санкт-Петербурга лидер нашей сборной, Ригин. И немножко не пошло в фитоване, скажем, не смог догнать. Есть фаворит, я думаю, на сегодняшний день Ахмат Вузин, Ригин. Они в Черемисину, они были пока на командном турнире. Интересно смотрелись. Посмотрим, что дальше. Впервые чемпионат России проходит за Уралом. Как вы можете отценить организацию от этих соревнований? Ну, в принципе, сейчас последние годы все чемпионаты, проходящие на территории России, вновь от детского турнира и взрослого, проводят на высоком уровне. И скажу, что сибиряки, они проводят отличные турниры. И не исключение это Омск. Хорошие условия для спортсменов и для судей. Все организовано на высоком уровне, потому что многие турниры за границей проводятся на более низком уровне. И неудобно работать с судьям, тренером и представителем, и спортсменом. Здесь условия созданы все нормально, хорошие. Ну и последний, наверное, привычный вопрос. Какими вы видите перспективы наших спортсменов на Олимпиаде в Рио? Если брать, в общем, все виды оружия, думаю, что мы будем в тройке однозначно. По крайней мере, я надеюсь, я буду присутствовать там в качестве зрителя, скажем так, и буду болеть за наших.